КПРФ борется не только сама с собой. С ней борется власть, причем в последние годы все активнее. Самая громкая история – конфликт вокруг совхоза Евни Ленина Павла Грудинина. По замыслу власти, на президентских выборах 2018 года Грудинин должен был создать иллюзию конкуренции и повысить политический градус. Я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое. Ну, может, мне дадите возможность ответить, Павел Николаевич? Отвечайте. Хорошо. Но внезапно кандидат от КПРФ стал очень популярен, и люди пошли за него голосовать. В итоге Грудинин занял второе место – получил почти 12% голосов. Вскоре после президентской гонки бывшая жена отсудила у Грудинина контрольный пакет акций совхоза, а акционеры компании взыскали с него больше миллиарда рублей. Давайте вместе соберем этот миллиард и покажем нашей власти, что они нас не сломили, что мы всегда вместе и всегда за то, чтобы на нашей светлой Родине было счастье. А вы лично его отбивали, Грудинина, как-то, не знаю, к Путину ходили? Ходил и посылал, и писал. Послали письмо, подписали почти 60 депутатов. Подписали все 85 наших организаций. Это обращение к Путину было? Прямое обращение к Путину, всем членам Совета Безопасности, всем губернаторам, всем отправил Воробьеву, Собянину, и обсуждал всем председателям судов и сказал, ну, можете вы остановить свою шайку? Пожимают плечами и говорят, все вроде в рамках закона. Какого закона? Наложили штраф на Грудинин на миллиард с лишним за то, что он отстроил лучшую школу, лучшие бассейны, лучшую социалку и так далее. Никакого ущерба. Абсолютно надуманные вещи. А Путин вам что-то ответил, когда вы к нему пришли просить? Ну, они дали поручение расследовать. Пока окончательного ответа я не получил. Понятно. Скажите, а когда вы его выдвигали в 2018 году в президенты, а вы тогда его кандидатуру обсуждали с кем-то, с Путиным или с кем-то из администрации? Да нет, конечно. Они не хотят иметь конкурентов. Зато теперь Грудинин третий в федеральном списке КПРФ на выборах в Госдуму. Геннадий Ильич уже неоднократно говорил, что шесть рейдерских атак пережил Совхоз Емельина. Но самое сложное, самое сильное, самое беспрецедентное именно сейчас. И это связано прежде всего с землей. Поэтому в докладе Геннадия Андреевича было четко сказано, что мы за то, чтобы национализировать земельные ресурсы. Я благодарю и КПРФ, и Геннадия Андреевича Зюганова за защиту, которую на протяжении уже больше, чем три года мы получаем от партии и от ее лидеров. Почему? Потому что если бы не вы, нас бы уже не стало. Вы не боитесь, что снова начнется вот это все, что было после президентских выборов? Вы думаете, что будет хуже? Я не знаю. Мне такое ощущение, что уже некуда, некуда уже.